Всем привет! Меня зовут Джесси Кейна. Вы слушаете подкаст русской службы Би-Би-Си «Что это было?», в котором мы в основном рассказываем о российском вторжении в Украину. Российский политик Владимир Кармурза выступал резко против войны. Москор-суд приговорил его к 25 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. Сам Кармурза отрицает все обвинения и говорит о политическом характере преследования. Кармурза не смог появиться в суде во время процесса из-за проблем с здоровьем, вызванными условиями содержания и последствиями двух отравлений. Оппозиционер и его соратники считают, что за отравлениями стоят российские спецслужбы. Незадолго до оглашения приговора я связалась с женой Владимира Кармурзы Евгении, которая живет в США и попросила ее рассказать нам о деле своего мужа. Прежде чем мы начнем разговор и обязана сделать несколько замечаний. Владимир Кармурза признан властями России иностранным агентом, как и упоминаемый в нашем разговоре оппозиционный политик Илья Яшин. А фонд «Свободная Россия», который упоминает Евгения, признан властями России нежелательной организацией. Добрый день, Евгения. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили меня поговорить сегодня. Спасибо вам. Какие у вас были мысли, чувства, когда вы узнали о том, что вашему мужу, скорее всего, предстоит очень длинный срок? Ну, это, конечно, не явилось для меня никаким сюрпризом. Было уже давным-давно понятно, что российские власти воспринимают Володю как личного врага, который сильно насолил им своей деятельностью на протяжении многих лет. Тем, что он добился принятия законов Магнитского по всему миру, тем, что он отказывался остановить борьбу свою, отказывался поддаться на устрашение. Поэтому, конечно, ясно, что таких людей для российской власти необходимо максимально изолировать, если невозможно физически уничтожить, что они уже пробовали делать неоднократно, то их нужно максимально изолировать на максимально долгий срок, чтобы навредить их деятельности, чтобы сделать так, чтобы они прекратили работать. Поэтому, конечно, тот срок, который запросил прокурор Локтионов в Володином деле, не был каким-то сюрпризом. Для меня это скорее такое признание нынешней российской власти у эффективности Володиной работы. Они настолько его боятся и ненавидят, что хотят запереть на четверть века. А с тех пор, как вашего мужа арестовали год назад, в апреле 2022 года, у вас были возможности встретиться с ним? Ни от меня, ни дети не видели Володю и не говорили с ним с апреля прошлого года. Володя на протяжении многих месяцев в прошлом году пытался добиться права на телефонные разговоры с детьми. И в прошлом декабре в качестве такого новогоднего рождественского подарка он получил официальный отказ. В бумаге было сказано, что телефонные разговоры с детьми навредят должному ходу уголовного дела против него. Понятно, что это объяснение абсолютно абсурдно. И понятно, конечно, что власти используют это просто как психологическую пытку против человека, которого они лишают контакта с его семьёй, с детьми, пытаются его полностью изолировать. Ну, такая психологическая пытка. У вас с Владимиром трое детей. Как они живут с тем фактом, что отец в другой стране, в тюрьме и может остаться там на 25 лет? Ну, детей у нас действительно трое. Им сейчас 11, 14 и 17 лет. Старшей нашей было 11 лет, когда папу отравили во второй раз. И 9 лет, когда Володя оказался в коме в первый раз, в 15-м году. Сейчас вот старше 17. А дети с этим живут уже очень много лет. С пониманием того, что в России существует абсолютно бесчеловечный режим, который перемалывает людей, который насилует, убивает, бросает в тюрьмы, всячески преследует людей за выражение их позиции, за несогласие с генеральной линией, так сказать. Наши дети всё прекрасно понимают, потому что они с этим живут уже много лет. Конечно, я понимаю, что это не может не травмировать их. Вместе с тем, по каким-то косвенным признакам, я понимаю, что дети делают правильные выводы. И что их отцу удаётся учить их очень важному, преподносить такой очень важный урок своим собственным примером, даже из российской тюрьмы. Он учит их на расстоянии, но учит собственным примером всегда смело отстаивать свои убеждения, всегда смело смотреть в лицо любому забияке, который попробует каким-то образом нарушить их права, каким-то образом их обидеть, а что нужно уметь постоять за себя и за своих любимых. И что нужно понимать, что в современном деле отстаивание своих принципов часто связано с высокими рисками. По косвенным признакам я понимаю, что они делают правильные выводы, когда я вижу нашего 11-летнего мальчишку, рисующим тем, те же самые антивоенные картинки, которые рисует Маша Маскалёва. Я вижу, что когда он там делает какие-то свои видео, лего-видео, украинская армия у него побеждает и побеждает и побеждает раз за разом. Я недавно узнала о том, что наша средняя 14-летняя девочка решила написать итоговую экзаменационную работу в школе за этот год по теме политзаключённых в России. Это была и собственная инициатива, и она сама искала материал, сама читала, и недавно принесла мне показать готовую работу. Я понимаю, что она сделала правильные выводы. Я понимаю, что правильные выводы сделал наш сын. Я понимаю, что правильные выводы делает наша 17-летняя девочка, которая следит за ситуацией, рассказывает о ней своим друзьям, которая всегда в курсе того, что происходит, и опять же делает правильные выводы о характере российского режима. Я только что читала последние речи Владимира в «Новой газете». Вы тоже, наверное, все читали этого? Дети тоже читали? Скорее всего, да. Я не устраивала такое семейное прочтение папиной речи, но поскольку эту речь мы опубликовали везде, где только могли, я абсолютно уверена, что наши дети, которые в соцсетях чувствуют себя гораздо комфортнее, чем я и Володя вместе взятые, уже давно все прочитали. Вы давно с ним разговаривали? Вы можете рассказать о том, когда в последний раз вы разговаривали? В последний раз я говорила с Володей в апреле прошлого года, когда после задержания ему разрешили сделать телефонный звонок. тоже не сразу. А уже после первого приговора на 15 суток он позвонил мне и сказал, «Все хорошо, не волнуйся». Вот это вот Володя, который оказался в тюрьме всего через несколько дней после того, как он выступил на слушаниях в ПАСЭ в поддержку политзаключенных, на слушаниях на тему политзаключенных в России, которые проводились в парламентской ассамблее Совета Европы в начале апреля. Так вот, он выступил на этих слушаниях и вернулся в Россию, где он дал еще несколько интервью, в которых он говорил прямым текстом об акте агрессии против Украины и о том, что это уже больше не клиптократический режим, а режим убийц, таких вот массовых убийц. Выступив на этих слушаниях, Володя с собой пополнил список политзаключенных в России. И первое, что он мне сказал, когда он мне позвонил, он сказал, «Все будет хорошо, не волнуйся». Вам известно о обстоятельствах его ареста? Его задержали у его дома в Москве, за Москворечи, его любимый район. Он как раз возвращался с какой-то встречи, по-моему, из какой-то интервью, я не помню, но он подъехал к своему дому, запарковал машину в обычном месте и увидел, как к машине бегут несколько человек в черных масках, в черной одежде. А неподалеку уже стоял припаркованный фургон без опознавательных знаков. Ну, Володя сразу все понял. Его... От него потребовали выйти из машины. Эти люди не представились. Поволокли его в фургон и доставили в ОВД. И по какому обвинению его задержали? В официальном протоколе задержания говорилось, что при виде полицейских он изменил траекторию движения и попытался там то ли скрыться, то ли что-то такое. Ну, это, конечно, абсолютно абсурд, потому что Володя сидел в своей машине. Никуда он... Никакую траекторию движения он изменить не мог бы, даже если бы хотел. Он все-таки такой последовательный ученик советских диссидентов. И он знает еще из истории борьбы советских диссидентов о том, что, оказывая сопротивление, ты только ухудшаешь свою ситуацию, что ты должен переходить улицу всегда на зеленый свет. Это такое правило, которое придерживали советские диссиденты в своей борьбе. Поэтому Володя, конечно, не стал бы оказывать сопротивление и куда-то там убегать от полиции. Более того, адвокату удалось раздобыть видео, где запечатлен момент задержания. Видео с какого-то из соседних зданий, там то ли какой-то магазин, то ли что-то такое. У них такая была камера безопасности стояла. И адвокат Вадим Прохоров требовал приобщить это видео к делу. На нем ясно было показано, что Володя не оказывал сопротивления. Соответственно, его права были нарушены уже в тот момент, когда полиция задержала его и составила этот протокол. То есть Володя был задержан по причине, которой не существовало. Но судья отказался приобщить это к делу. И Володю задержали 11 апреля, а 12-го уже осудили на первоначальные 15 суток. Он должен был выйти 26 апреля. А 22-го ему предъявили первое уголовное обвинение в распространении заведомо ложной информации. Ну а дальше все пошло как снежный ком. Что вам известно об условиях, в которых он содержится? Ну, условия российской тюрьмы в принципе не подарок, как мы все понимаем. Там все устроено таким образом, чтобы ущемлять человеческое достоинство на ежедневной основе. Чтобы человек в тюрьме каждый день чувствовал такую жесткую руку государства. Володя внутри СИЗО водник переезжал из одной камеры в другую. И постепенно количество его сокамерников уменьшалось, уменьшалось. Сейчас он находится в камере с еще одним человеком. Ну то есть это камера на двух человек, но периодически он в ней бывает один, периодически с соседом. Соседи тоже были разные. Были и провокаторы среди них, которых Володя очень легко вычислял. Какое-то время он провел в СИЗО в карцере. Условия, собственно, такие, что Володе вернулись симптомы полинейропатии, которые были изначально вызваны отравлениями. В 2015 году у него была повреждена периферийная нервная система как следствие отравления. И он потерял тогда чувствительность в левой ноге, в левой ступне и левой руке. То есть, грубо говоря, была нарушена моторика. Он ничего не мог взять рукой, не мог поднять чайник, не мог взять ручку, не мог... Ничего не мог. И пальцы ног потеряли полностью чувствительность, и стопа не могла... Вот как для того, чтобы ходить, мы должны... Мы же ходим с пятки на носок. То есть для того, чтобы сделать это движение, нам нужно приподнять пальцы ног. Володя это в движении сделать не мог. И в течение года он носил на ноге такую специальную пластиковую вещь, которая закрепляла его ступню под углом 90 градусов. В постоянном таком вот зафиксированном состоянии нужно было держать ногу, чтобы вообще как-то ходить. И он вынужден был пользоваться тростью. Потом он очень долго проходил физическую реабилитацию, восстанавливал чувствительность в конечностях. И ему давалось держать эти симптомы под контролем все эти годы, потому что он вел такой активный образ жизни. Все время на ногах, много ходил, бегал. Но содержание годов в СИЗО и какого-то времени в карцере было достаточно для того, чтобы эти симптомы не только вернулись, но и распространились на правую сторону. Теперь он не чувствует обеих ступней и левая рука тоже теряет чувствительность. Он потерял больше сколько там, последняя цифра, по-моему, была 22 килограмма. Вот так. Владимир все время рвался на родину, а в последний приезд его арестовали. Замечаете ли вы за собой такое же желание приехать в Москву, хотя бы сюда постоять или вдруг свидание с мужем дадут? Я очень хотела бы быть равна с Володей в эти дни. Особенно вот сейчас, когда грядет этот абсурдный приговор. Мне бы очень хотелось быть рядом с ним. Но я понимаю, что если я вернусь, я окажусь за решеткой немедленно. Не потому, что я такая важная, не потому, что эффективность моей работы такая же высокая, как у Володи. Нет. Режим возьмет меня в заложники для того, чтобы оказывать давление на Володю. Я не могу позволить им этого сделать, чтобы была такая ситуация, когда у Володи не останется голоса. Сейчас я пытаюсь быть его голосом. поэтому мне нужно только продолжать. Мне нужно просто делать так, чтобы у него оставался вот этот голос. Голос, который всегда выступал в поддержку политзаключенных. Голос, который всегда выступал за введение санкций против нарушителей прав человека. И я не могу лишить его этого голоса. И не могу лишить наших детей еще одного родителя. Поэтому мы учимся с Володей и сейчас поддерживать друг друга на таком огромном расстоянии, несмотря на решетки. А когда вы в последний раз с ним виделись или были вместе? Тоже в апреле прошлого года я увязалась война, война, и это стало опасно. Это всегда было опасно. И война началась в 2014 году, а не в прошлом феврале. И Немцова убили в 2015, а Сергея Магнитского замучили до смерти в 2009. А всех журналистов одна новая газета потеряла шесть или семь журналистов. Они стали жертвами политических убийств. И это все происходило в течение вот этих 23 лет. То есть не то, чтобы ситуация стала такой опасной в прошлом году, она всегда была опасной. Володю два раза пытались убить в 2015, в 2017 году. И тогда врачи ему давали 5% шанс на выживание. То есть это явно был не такой способ устрашения. Его хотели ликвидировать. Поэтому каждый раз, когда он возвращался в Россию, и я, и я уверена, он понимали, что риски гораздо выше, риски максимальны. Но Володя всегда себя идентифицировал как российского политика. И для него было важно разделять риски людей, которые продолжают выступать против режима в нашей стране. Для него было важно быть рядом с ними, а не призывать их продолжать борьбу с безопасным расстоянием. Считаете ли вы правильным решением Владимира приехать в Россию и сесть в тюрьму? Ведь то, что он там окажется, было очевидно? Ну, что значит правильно? Правильно для кого? Это же, как на это посмотреть, да? Несмотря на то, что, или может быть даже где-то благодаря тому, что Володя оказался сейчас за решеткой, тема политзаключенных в России обсуждается международными организациями с самым высоким уровнем. В ПАСЭ готовится доклад, в ПАСЭ есть докладчица Суне Варсдотер, которая получила мадат на подготовление доклада о систематическом характере преследований против антивоенных протестующих в России. Эта тема поднимается в ОБСЕ, где тоже появился в ПАСЭ специальный представитель по политзаключенным конгрессмен Стивкоин, который говорит и о проблеме политзаключенных в России в частности. Недавно был назначен докладчица или докладчик ООН по проблеме политзаключенных в России, по проблеме политических репрессий в России. То есть Володя продолжает быть этим голосом, голосом этих людей, даже находясь за решеткой. А весь этот год он продолжал писать для Washington Post и рассказывал в своих статьях о том, что происходит в стране и о том, как необходимо оказывать поддержку и выражать солидарность с теми людьми, с теми россиянами, которые продолжают сопротивляться режиму, продолжают выступать против войны, несмотря ни на что, несмотря на все репрессивные методы, используемые властью против них. И он находится в такой ситуации, когда на это невозможно не обратить внимание, потому что он один из этих политзаключенных. Он знает, о чем говорит, как бы, да? И эти же истории, которые пишет из заключения Илья Яшин и Алексей Навальный, они же имеют огромное значение сейчас, в принципе, для российского общества, для того, какой будет политика глобального демократического сообщества в отношении российского гражданского общества. Это очень важно, то, что они делают, потому что я понимаю, я думаю, что все мы понимаем, что единственный вариант, при котором Россия перестанет быть угрозой для себя и для мира вокруг, это если она станет демократией. А стать демократией она может только если будут такие люди, если выживут такие люди, как Володя, как Алексей Горинов, Илья Яшин, Евгений Ройзман, Алексей Навальный и Андрей Пивоваров и, я не знаю, сотни и сотни людей, которые, несмотря на все риски для себя, продолжают протестовать, продолжают бороться и высказываться, публично высказываться против режима и преступлений его. Владимира кто-то пытался переубедить не оставаться в России? Все пытались. Вот все люди, с которыми я сейчас встречаюсь, куда бы я ни ездила по миру, продолжая его работу, я от всех слышу. Мы встречались с Владимиром за неделю, за месяц, за год, до его возвращения. Вот опять же, нельзя говорить возвращения, потому что Володя оттуда же и не уезжал. Он процентов 50 своего времени проводил в России. Он дома редко бывал, а в России он бывал все время. У него была еженедельная программа на Эхо Москвы. Для него было очень важно вести эту программу из России, чтобы у него в студии в России сидели приглашенные гости, и чтобы он с ними мог разговаривать, вот так общаться, в живую. Для него это было исключительно важно, поэтому он делал все для того, чтобы вести еженедельную программу из какого-нибудь из российских городов, неважно, откуда он ее вел, он ее вел из Москвы, из Питера, из Екатеринбурга, то есть из разных городов, где его там не носило по нашим просторам, но для него было важно стараться максимально вести эту передачу из России. Поэтому говорить о том, что он вернулся, неправильно, он оттуда и не уезжал, а переубедить его наоборот уехать, скажем так, уехать и не возвращаться, пока не станет небезопасно. Пытались, конечно, все. Но он не слышал. Ну как, он слышал, но не слушал. Понимаете, в Володе никогда слова не расходились с делом. Это очень важно. То есть он призывал продолжать борьбу против режима. И он её продолжал. Он говорил всегда о том, что самым большим подарком для режима будет, если все встанут и уедут. И он своим примером показывал, что нет, он этого подарка им дарить не собирается. Вы говорили об ухудшении здоровья Владимира после того, как он был в СИЗО и в Кацере, что даже медики тюремного ведомства решили, что он нельзя было доставлять его в суд, когда шёл дело, шёл процесс. Насколько у Владимира сейчас тяжёлые проблемы со здоровьем? Как Вы считаете, оказывают ли ему помощь в заключении достаточно хорошей медицинской помощи? Я считаю, что в российской тюремной системе не умеют оказывать достаточную медицинскую помощь. Более того, очень часто власти используют неоказание помощи медицинской как ещё один инструмент давления на человек. И мы это уже видели в очень многих делах. В деле Юлия Дмитриева, в деле Алексея Навального, в деле Алексея Горинова, Володина состояние не улучшится, пока он будет находиться в заключении. Этот диагноз полинейропатия был поставлен, это не что-то, что мы придумали с адвокатом, этот диагноз поставила главный невролог системы УФСИМ по Москве. И этот диагноз был подтверждён в гражданской больнице, где Володя прошёл обследование по требованию адвоката. Диагноз был подтверждён, но при этом власти СИЗО не выдают медицинские документы на руки ни Володе, ни его адвокатам. Адвокату было дано понять, что по большому закону человека нельзя держать заключение. Приговор столь суровый — это месть за участие Владимира в формировании списков Магнитского на Западе. Мы сегодня читали о том, что судья его оказывается находится на этой списке и старался убедить важных людей, чтобы его сняли с этого списка. Это очень похоже на то, что называется по-английски «conflict of interest». За что на самом деле по вашему мнению судят Владимира? Судья Сергей Потапригоров там не один такой. В Володином деле три человека находятся под санкциями. Это удивительно. Двое из них лично виновны в смерти Сергея Магнитского. Один из них начальник СИЗО водник Дмитрий Комнов. Он был начальником бутырки, в которой держали Сергея Магнитского в 2009 году. По его приказу к Сергею были применены пытки, и потом ему было отказано опять же в медицинском лечении. Это уже тогда был очень эффективный метод борьбы властей с неугодными. И из-за Дмитрия Комнова Сергей умер. Дмитрий Комнов один из первых был внесен в список Магнитского. И после Володиного ареста, после того, как Володя был помещен в СИЗО, 5-е города Москвы, СИЗО водник, Дмитрий Комнов стал начальником этого СИЗО. Второй человек в Володином деле из списка Магнитского это действительно судья Подопригоров, который был судьей Тверского суда в 2008 году и незаконно отправил Сергея Магнитского под арест. Тоже оказался соответственно за это в списке Магнитского. И именно этого судью из списка Магнитского, который действительно, как нам достоверно известно, пытался сделать так, чтобы санкции были сняты против него несколько лет назад. вот этот судья сейчас в составе тройки судит моего мужа за государственную измену. Моего мужа человека, который с 2010 года яростно боролся, несмотря на риски для собственной жизни, за принятие этого законодательства по всему миру. Третий человек в Володином деле Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, который по словам адвокатов очень пристально следит за Володиным делом, хотя Следственный комитет по идее не должен мониторить такие дела. Александр Бастрыкин оказался в списке Магнитского и под санкциями лично по инициативе Бориса Ефимовича Немцова и моего мужа. Так вот, дело о госизмене против моего мужа, который последовательно на протяжении многих лет боролся за введение санкций против нарушителей прав человека находится в руках тех людей, которые уже сами давным-давно санкционированы. Мало сказать, что это конфликт интересов. Это просто очевидная месть за очень эффективную работу моего мужа по продвижению этих санкций. Считаете ли вы, что нынешние обвинения в госизмене не состоялись бы, если бы не было войны в Украине? Нет, я так не думаю. Ну, во-первых, обвинение в госизмене основывается на трех публичных речах, которые Володя прочитал до полномасштабного вторжения. Это речи, которые он произнес в Норвежском Хельсинском комитете, в НАТО и в Конгрессе США, где он говорил о цензуре в медиа и о необходимости обеспечить доступ для российского общества к независимой объективной информации. Он говорил о политических репрессиях и растущем числе политзаключенных в стране и о неконституционном, нелегитимном характере так называемого конституционного референдума, который, по сути, разрушил основополагающий закон нашей страны. Просто его полностью извратил. Так вот, эти публичные речи в официальном обвинении сказано, что эти публичные речи создали угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и нанесли ущерб имиджу Российской Федерации на международной арене. Ну вот, Володя очень хорошо сказал в своей статье для Washington Post после вот этого обвинения, что он, конечно, польщен таким вниманием российских властей, но никто не мог бы нанести больший ущерб имиджу Российской Федерации на международной арене, чем Владимир Владимирович Путин. Поэтому я уверена, что рано или поздно Володю обвинили бы в государственной измене, потому что нынешняя российская власть полностью отождествляет себя со страной. Для них их интересы, интересы кучки воров и убийц, полностью тождественны интересам целой страны. Вы давно не живете в России. Сейчас как жена человека, обвиненного в измене родины. Вы умеете право переехать в страну хоть на свидание с мужем вместо заключения? У меня двойное гражданство. Я остаюсь российской гражданкой абсолютно. Для меня это важно, потому что я, в отличие от нынешней российской власти, не отождествляю всю страну с нынешним режимом. И для меня Россия это гораздо больше, чем Владимир Путин. Дети наши, граждане России, все трое. Поэтому в принципе, конечно, право я имею. Право я имею. Да, у меня есть российский паспорт. Просто я понимаю, что на границе я буду, скорее всего, арестована. Вы оказались в ситуации, когда ваш любимый человек на другом конце земли, в тюрьме, в стране, которая быстро становится диктатурой. Любой человек на вашем месте чувствовал бы беспомощность. Что вы предпринимаете, чтобы ему помочь, и чтобы с этой беспомощностью бороться? Да, это правда, что ощущения беспомощности возникают перед лицом чего-то такого огромного и страшного, как нынешний российский режим. Но мне кажется, что это исключительно выбор человека, поддаваться этому чувству беспомощности или нет. Каждый из нас имеет возможность что-то сделать. Каждый из нас. И я знаю, потому что наш фонд, фонд «Свободная Россия» работает с огромным количеством людей внутри страны, в России. И я понимаю, что даже находясь в условиях диктатуры, люди всё равно могут находить способы как-то этому противодействовать. Мне кажется, что я просто не имею права опускать руки. вот это чувство беспомощности, я не могу ему поддаться, потому что я просто не имею права. Это, знаете, это роскошь. Сесть на диван и себя жалеть, это роскошь. Я делаю, что могу делать я. Я пытаюсь продолжать Володину работу по поддержке политзаключённых в России, по проведению санкций, по как бы призывам к введению санкций против нарушителей прав человека. Владимир сказал своей речи, что он уверен, что всё это закончится. Это неизбежно, неизбежно, как весна начинается после зимы. Вы тоже оптимистично, как он смотрите на всё это? Володя историк, он знает, сколько раз это было в истории, он понимает, что каждый диктаторский режим конечен. Он более того понимает, что приводит к краху таких режимов. И, конечно, я понимаю, что это не просто оптимизм с его стороны. Это знание и понимание исторических процессов. Это умение проанализировать ситуацию и понять, чем всё кончится в результате. поэтому мне кажется, что вот как раз такой голый и ничем не подкреплённый оптимизм проявляют российские власти, которые сейчас пытаются посадить моего мужа в тюрьму на 25 лет. Совершенно ни на чём не основан оптимизм. Они реально считают, что через 25 лет они всё ещё будут здесь. У меня нет никаких сомнений, что они будут совершенно в других местах. Хотелось бы очень, чтобы они поменялись местами со сотнями политзаключённых в России. Очень хотелось бы увидеть этих людей на скамье подсудимых и потом за решёткой. Хорошо, Женя. Огромное спасибо. Если вы больше не хотите ничего не добавить. Единственное, что хотела бы добавить, это что я всегда говорю о том, что ты об этом говорил всегда Володе все эти годы, который боролся за полицеков и за их освобождение, о том, что международная адвокация играет огромную роль. И что благодаря лидерам западно-демократических стран в советское время, например, было освобождено большое количество советских диссидентов. И мне кажется, что этот инструмент должен максимально использоваться лидерами демократических стран. А кроме того, Володя является подданным Великобритании. И для меня несколько удивительно, при том, что, например, Володя не является гражданином Канады, Канада первая ввела санкции против его преследователей, санкции Магнитского против его преследователей. Следующими были Соединенные Штаты Америки. США ввели такие санкции против Володиных преследователей тоже несколько месяцев назад. Великобритания пока не сделала ничего подобного, не говоря уж о других формах адвокаций. Поэтому для меня это несколько удивительно. И мне хотелось бы знать ответ на вопрос, почему Великобритания себя так ведет в отношении собственного подданного. Вы слушали подкаст «Что это было?» Его можно найти на нашем сайте, в соцсетях, в Apple подкастах, на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Джесси Кейна. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok